Большая комната в московской квартире. В комнате полумрак, только чудом проникший сквозь тяжелую штору солнечный лучик, играет в подвесках бронзовой люстры. Картины в тяжелых рамах. Если бы не было нескольких предметов современного быта, телевизора, проигрывателя, телефона, совершенно незаметных в антикварной меблировке, можно было бы предположить, что в этой квартире доживает свой век старый аристократ. Входит Николай Михайлович Чмутин. Невысокий, коренастый старик. Он не брит, в носках, рубашка выпущена наружу. Подошел к окну, открыл его. А, ты здесь, а я тебя ждал. Поешь, хлебушка! Да не бойся, не бойся, не трону я тебя. У меня ведь в Курске была голубятня, улица Максима Горького, дом 17. Да, я ведь тоже вроде птицы жизнь на крышах провел. Я во втором домоуправлении кровельщиком работал. Да, коммунальные крыши чинил, дома государственные. Они ведь в торопяк строились после войны для расселения народа. А ты, значит, москвич, столичный житель. А я курянин. Вот летал бы, как другие птицы в теплые края, Обязательно познакомился бы с моими голубями. Попросил я своего соседа Василия Ивановича их там подкармливать. Так он месяц тому назад помер. Я все думаю, кто теперь их там подкармливать будет? На церковный двор, может, догадаются, полетать. Там старушки богомольные. Ты, погоди, ты не улетай. Да. А, Людмилы еще нет. Вы, погодите, а чего ей передать-то? А, вы продиктуйте мне, пожалуйста. Я для них записываю. Так. А кто говорит? Помедленнее говорите. А, Маклаков из управления? Так. Так, Людмила, помоги, сделай четыре купейных до Симферополя. Товарищ Маклаков, проверьте. Людмила, помоги, сделай четыре купейных до Симферополя. Правильно? Вешайте трубку. Народ из домоуправлений и с работ домой едет. А я, бывало, с работы пешком. За день-то отвыкнешь от земли. Я ведь, бывало, не ходил по земле-то, а бегал. Ах, жена никак за мной поспеть не могла. Так сорок с лишним лет за спиной и проходила. Потом померла. Остался я один. Так совсем дурным сделал-с. Не ел почти ничего. Желаний не было. Вот, потом дочь взяла к себе. Положила в больницу для нервных людей. Доктор говорит, вы человек здоровый. Вам надо только хотеть жить. Легко сказать, хотеть жить. Ходит Людмила, дочь Чмутина. Отец ее не замечает. Вот, третий месяц живу барином. Обстановка у них. Старинная работа. Прежних мастеров. Ручная работа. Одна кровать половину комнаты занимает. Зять говорил, что на ней сам Григорий Распутин почевал. Хоть вдоль ложись, хоть поперек. Место есть, а детей нет. Чмутины на мне кончились. Опять смыл полы? Пыль потер. Ты выходил сегодня? В магазин спускался. Там в холодильнике должна быть минеральная. Принеси, пожалуйста. Старик приносит бутылку и стакан. Ты что налей? Ой, спасибо. Кто звонил? Ты записал? Записал. Папа, папа. Я вчера накричала на тебя из-за этой вазы. Я тебя очень прошу, ты не обижайся на меня, ладно? В 27-м ЖЭКе для Леонида информация. Звонить или зайти завтра в 10. Твоя портниха переносит примерку на среду. А она не сообщила, почему? Переверзив из второго пищи торга, достал Леониду места на таганку. Это куда, в тюрьму? В театр. Здесь телефон директора. Не разобрал я какой базы. Тот все объяснит про эту таганку. Мужчина спросил типографию. Гриша. Какой Гриш? Гриша оставлен тебе в буфете. Груши. Правильно, груши. Опять мужчина спросил типографию. Родион передал. У тебя завтра возьмут интервью. Подготовь ответ от своего лица директора спортивной школы на вопрос, кто из питомцев вышел в чемпионы мастера и о ком можно писать. Махлаков из управления. Люда, помоги, сделай 4 купейных до Симферополя. Леонид сказал, что сюда придут женщины. Я спросил, какие женщины, а он говорит, по телефону нельзя. Это все? Балерина какая-то, вот я не разобрал. Так, хорошо. Ты покормишь меня? Какое у нас сегодня меню? Холодный борщ. Ой, это же как мама делала. Пап, ты умница. Папочка, родной ты мой, а? Давай мы с тобой помиримся. Принеси сюда, ладно? Да, и мне надо позвонить, дай, пожалуйста, телефон. У меня сил нет подняться. Знаешь, напротив школы ремонтируют дорогу. Жара, грох и дышать нечем, голова раскалывается. Спасибо. Воду дали? Горячую воду дали? Нет. С ума можно сойти. Каждое лето нам устраивают эту пытку. Что, пап? Папа? Ты мне что-то хотел сказать, пап? Старик выходит. Папа! Алло, Ваня! Позови, пожалуйста, Леонида. Это я. Нет. Нет, не предупредила. Почему? Я не знаю, почему. Я просто не успела. Ну, что ты там кричишь? Прекрати. Прекрати, я кому сказала. Да. Да, это Люся. Что? Лень, я не слышу ничего. Ну, хватит. Я и так вся вымотана. Я только что вошла. Ты мне скажи, ты ему что-то сказал? Он говорит про какую-то балерину. А, хорошо. Хорошо, хорошо. Ладно. Да. Ты мне дома все расскажешь. Очень тебя прошу, приезжай быстрее. Все. Старик осторожно вносит наполненную тарелку. Пап, ну сколько же раз можно говорить? У нас есть поднос. Ну, и куда ты пошел? Поставь, раз уж принес. Старик вышел. Людмила включила телевизор. Села за стол. Отец входит с подносом, расставляет тарелки. Если удержательные линия стоят перед существительными, то употребляется... Так ведь гораздо удобнее и быстрее. А где твоя тарелка? Я не хочу. Не беспокойся. Не беспокойся. Поем я. Ты зачем меня мучаешь? Зачем? Опять-то в носках, рубашка наружу. Неужели у тебя нет другой рубашки? Мне и в этой хорошо. Тебе Леонид подарил три прекрасные сорочки. Где они? С чужого плеча не ношу. Да он не чужой. Я вот сейчас пойду и подберу тебе рубашку и галстук. Я вот только не помню. Пап, туфли-то у тебя есть приличные? Ну, а не бреешься ты почему? Ты что, городу отращиваешь? Пап, ну я прошу тебя. Я тебя очень прошу. Пойди. Пойди и приведи себя в человеческий вид. К нам могут прийти гости. Очень хорошо. Я посижу на кухне. Да что ж ты прячешься-то? Не знаю, о чем говорить с вашими гостями. Папа, да с ними же не обязательно говорить. Можно просто посидеть и послушать. Но ты можешь меня понять. Ведь они же... Они все думают, что это я тебя прячу. Поеду-ка я в деревню. В какую еще деревню? В Тонину деревню. Да нет, пап. Ты теперь никуда не пойдешь. Я тебя не отпущу. Ты теперь будешь жить вместе с нами в Москве. Это решено. Все. Не надо мне было сюда приезжать. Вы молодые. Зачем вам старый человек в доме? Там я себе работу найду. Кровищик в деревне все равно, что печник. Не будешь больше? Нет. Нет. Папа. Пап, ты подожди, подожди. Ты подожди. Давай мы с тобой сядем. Давай мы с тобой вот сядем так. Вот. Спокойненько сядем. В общем, даже спокойненько сядем. И обо всем спокойно поговорим. А чего говорить-то? Я уж туда настроился. Нет, ты мне скажи. Почему ты не хочешь жить с нами? Тетя Тоня, ведь она же старше тебя. Ну, я тебя прекрасно понимаю. Конечно, ты сидишь целыми днями один в пустой квартире. Но что же делать с папой? Ведь мы же работаем. Что же нам делать? Ну, Тоня еще когда писал? Крыша в двух местах прохудилась. Приеду, покрою заново. Все-таки какое-то занятие будет. Да ты пойми, пойми, ведь я же тебя забрала, потому что ты... Потому что... Потому что за тобой уже смотреть нужно. Ты плохо спишь. Ты все время разговариваешь с лук. А Тоня? Да она, наверное, сама еле ходит. Да я даже себе представить не могу, как вы с ней там будете вдвоем. Да нет, пап, и разговоров на эту тему быть не может. Нет. Вот пока была жива мама, я за вас не волновалась. Ты всегда считала меня дурачком. Что? Зачем ты внушила матери, что я испортил ей жизнь? Господи, да кто это тебе? Она мне сама все рассказала. Да что же она тебе сказала? За прошлым летом ты поехала на юг, хотела заехать и показать мужа. Мы неделю готовились, а вы ушли спать в гостиницу. Папа, да мы же не хотели стеснять вас. Ну, что же у нас не нашлось бы места для дочери? Мы пригласили всех соседей, люди пришли на тебя посмотреть. Василий Иванович принес бояр. Папа, папа, я хотела встретиться с подругами. Люди сидели-сидели и потом ушли. А, ну, ну давай, я слушаю, давай. Так, а утром ты повезла мать по магазинам, накупила тряпья. Вот вспомни, что ты тогда ей говорила. Жалела. Долго она потом смотрела на эти обновы. Над каждой тряпкой плакала. Душу ей смутили перед самой смертью. Входит Леонид, муж Людмилы, немолодой, щегреватый человек. Водик, дали горячую воду, дали. Нет. Знаешь что, папа, давай мы с тобой больше об этом никогда не будем. Мать всю жизнь проходила в одном платье. И если бы я ей тогда не купила этот костюм, то ее не в чем было бы положить в гроб. Добрый вечер. Николай Михайлович. Ты голодный? Нет, спасибо. Я уже пообедал. Так. Ну, что у нас нового? Он хочет уехать к Тете Тоне в деревню. Да? А ты что? Ну, сам подумай, куда он поедет. Тоне еле ходит. Он у меня отец все-таки. Ты бы отправил свою мать в таком состоянии? А в каком состоянии? Ну, в каком таком состоянии? Ты знаешь, тоже не преувеличивай. Он передвигается без посторонней помощи. Здоровый человек. Я же тебя просила, чтобы ты над ним не издевался. Так, это с порога начинаются обвинения. Дай хоть отдышаться. Мы с ним вторую неделю не разговариваем. Я его не трогаю. А почему вы с ним не разговариваете? Да все темы исчерпаны. Как починить кран на кухне, мы уже выяснили. Ты можешь себе представить? Он вспомнил, что мы тогда остановились в гостинице, а не у них. В какой гостинице? О чем ты? Ну, так я, ладно. В общем, слушай. Я сегодня объездил пол Москвы. Поднял на ноги всю свою клиентуру. На меня смотрели, как на идиота. Все привыкли, что я занимаюсь старой мебелью, а не старушками. Это была твоя идея, тебя никто не заставлял. Так, вот это интересно. А для кого я это все делаю? Ну, и что ты нашел? Нет, если тебе это не очень нужно, так зачем городить огород? А я не знаю, Лень, что нужно, а что не нужно. Люсенька, да ты успокойся. Да ты успокойся, ну, Люся. Потому что ты меня понять никак не можешь. Да я все понимаю. Ты можешь меня выслушать. Господи, Господи. Ну что? Что ты улыбаешься? Я кое-что нашел. Старушки, правда, не фонтан. Я искал в основном одиноких, жил площадью. Если бы он был членом корреспондентом, я, конечно, пошел бы по другим адресам. В общем, увидишь сама. Сегодня придут три барышни. Сколько? В 19.00 Роза Александровна. Ей нужно интеллигентного человека. Я на всякий случай сказал, что Николай Михайлович у нас художник. Занимался изделиями из металла. Она была в восторге. Роза Александровна с легким сдвигом в сторону. В общем, увидишь сама, как она одевается. Я не понимаю, ты что, шутишь, что ли? Люся, ну какая нормальная женщина за него пойдет? Ничего, он будет толковать про свое, а она про свое. На восемь назначена Нине Ивановне. Она работала в психиатрической лечебнице. Лень, да он же не сумасшедший. Входит Чмутин с подносом. Что такое? Что такое, пап? Ему поесть. Спасибо, Николай Михайлович. Я сыт. За что он меня так ненавидит? Да за то, что ты живешь со мной. Да при чем здесь ты? Как мать могла жить с ним? Он всю свою жизнь занимался голубями. Она ходила по двору зачуханная. Это двор, Леня. Он мне снится до сих пор. Я ведь не знала, как вырваться оттуда. А теперь опять... Люсенька, все будет хорошо, все наладится. Он будет жить рядом с нами. Ты будешь его навещать. Если бы ты знал, как я устала. За три месяца? Да я каждый день встречаюсь с такими, как он. Все одинаковые, все похожи друг на друга, боятся умереть, проклинают родственников. Попадаются такие персонажи. Жуть! Думаешь, в 50 надо отчаливать. А с другой стороны, прожить такой исторический отрезок времени, видеть столько ужасов и остаться при полном уме. Ты говорил, как я, Нина Ивановна, что ли? А, Нина Ивановна. А Нина Ивановна все равно, интеллигентный человек или хозяйственный. Главное, чтобы был хороший человек. Да, кстати, чтобы ты знала до будущего, мужья встречаются двух видов. Интеллигентный и хозяйственный. Я вот все думал, к какому нам отнести Николая Михайловича? По умственным и имущественным данным он у нас, по-моему, интеллигентный. Да, но он не нищий. И деньги мы ему давать будем. Ну, Люся, ну, конечно, будем. Женщины понимают, что за ним стою я. А ты хозяйственный. Я? Да. Я интеллигент с хозяйственной жилкой. О, вот. Третья соперница – Диана Владимировна. Она работает ночным вахтером. Ну, у этой тоже ничего нет, кроме воспоминаний. Так, ну и когда же она придет? В 21.00. Ровно по часу на каждую претендентку. Как это будет выглядеть? За 10 минут до конца сеанса я беру невесту под руку, говорю, поздно уже. Увожу ее, встречаю следующую. Сошел с ума, Люся. Люся, все должно быть решено сегодня. Иначе завтра ты придешь с работы, а он в это время будет где-нибудь между Тулой и Орлом. Ты пойми, он в таком возрасте, ну, в таком состоянии. Ну, надо, надо принимать за него решение. Самое интересное, как отнесется к браку наш Ромео. Завиаться времени-то уже не осталось. Роза Александровна в пути. А он подумает, что мы хотим от него избавиться. Люсенька, Люсенька. Надо будет действительно угощать? Да, ну а как же, одна из них скоро станет твоей мачехой. Кошмар. Да, ты знаешь, поставь что-нибудь дефицитное. Все-таки свадьба, ничего не поделаешь, придется потратиться. Юнечка, какая свадьба? Ну, Роза Александровна мечтает снять зал в Национале и пригласить всю труппу Большого театра. Люся, Люся, да ты что? Ну, Люся, ну что? Ну как, и юмор перестали понимать, да? Подожди, подожди, сейчас я позову, ты только... Господи, ну что? Ну что, ну что? Что ты плачешь? Ну что ты плачешь-то, ну? Подожди, я тебя только очень прошу, ты разговаривай с ним по-человечески. Люся, я знаю, как с ними надо разговаривать. Ты давай, давай, зови, зови. Людмила сказала, вы хотели со мной посоветоваться. Я слушаю. Николай Михайлович, ну почему мы с вами никак не можем подружиться? Ну, допустим, я далек от совершенства, у меня свои привычки, а у вас свои. Ну, вспомните, из-за чего мы с вами поссорились в последний раз. Вы взяли на себя уборку квартиры. Спасибо вам за это. Людмила действительно очень устает. А я попросил вас ничего здесь не трогать, не протирать. Я всегда это делаю сам. Вас это оскорбило. Вы ушли на кухню, перестали сюда выходить. Сидите там, как золушка. Этот стол и стулья – это все, что осталось от моего детства. Это память о моем отце. Они мне очень дороги. Все остальное я приобрел с огромным трудом. Для вас это куски дерева, а для меня детали эпохи. Я могу вам рассказать целую повесть о той злочастной вазе, которую так взяли вчера. Тихо, 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 все. Только о ней забыли, все. Забыли они, не было, все. Забыли. Я повторяю. Ну, имею я право хотя бы на какую-нибудь слабость. Николай Михайлович, не потом... Ну, давайте подумаем о Людмиле. Ведь ей стало плохо, ей стало хуже, чем нам. Ну, вы подумайте. Вот вы уедете. А как она здесь будет? Она будет думать, как вы там, что вы там. И потом, Николай Михайлович, ведь это было уже. Ну, было. Вспомните, когда умерла ваша жена. Кто первый сказал? Я первый сказал. Не надо мучиться. Привози отца сюда. Какой вам нужен совет? Ну, речь, в общем, так сказать, шла о семейном совете и... А где Людмила? Люся! Люсенька! Люся! Входит Людмила на подносе коньяк и закуска. Николай Михайлович, а вы ведь отлично сохранились. Вам 60-ти ты не дашь. Мне 70 лет. Что вы говорите на вид 40? Ну, 45, не больше. Люсенька, вот папа выглядит просто твоим старшим братом. Спасибо, Людмила. Какой вам нужен совет? Я говорю, что вы отлично сохранились. В глубинке-то люди гораздо здоровее, чем в городе. Грубая пища, свежий воздух. Николай Михайлович, ну, давайте так, ну, сядем за стол по семейному, а? Папа, садись. Вот, вот так. Возьмите рюмочку. Каждый день здесь праздник. Николай Михайлович, я не понимаю, ну, почему у вас все время такой мрачный вид? Вот мой директор старше вас, высох до кости, натуральный антиквариат. А представьте себе, недавно женился. Она на 40 лет его моложе. Вот это мужчина. Ну, я бы на вашем месте-то не хоронил себя, а? Николай, Люс, я правильно говорю, да? Николай Михайлович, вы представляете, приезжаю я сегодня к одной моей знакомой оценивать мебель. Она старушка, пенсионерка. И вдруг она мне говорит, помогите! Ей тоже нужен пенсионер. Ну, вы подите в парк культуры и отдых. Они же там ходят целыми коммунами. Они прицеливаются друг к другу. Рядом будет человек вашего возраста. Можно будет духовно общаться. Зовут ее Роза Александровна. В прошлом балерина. Подарки поклонников. Ведь раньше приходили к женщине не так, как сейчас, с бутылкой вермута. А ей приносили колечко с камушком. Или вот еще одна знакомая. Нина Ивановна. У нее брат в деревне. Свежие продукты. В прошлом медицинская сестра. Нужно будет сделать укол. То не надо будет ждать в очереди. Николай Михайлович, ну что в вашем возрасте сейчас главное? Главное что? Здоровье. И вы знаете, вот я подумал. Мне как-то в голову мысль так пришла. Люсенька, как ты на это смотришь, а? Что, Леонид? Мысль, я говорю, мне в голову пришла. Папа, Леонид работает, и я работаю. Ты целыми днями сидишь один. За тобой нужно кому-то ухаживать. Ты совсем не спишь. Все время разговариваешь вслух. Думаешь, мне легко на все это смотреть. Люся, ну что ты говоришь? Николай Михайлович у нас здоровый мужик. Он может работать, но они знают, сторожить что-нибудь. Не говоря уже о семейной жизни. Прекрати ты что? Я серьезно. Николай Михайлович, а давайте мы вас женим, а? Ну хотите, приведу невесту. Ни одну, сразу несколько на выбор. Пап, ты нам ответить хоть что-нибудь. Я хочу тишины. Дайте мне спокойно дожить. Ну мы же предлагаем вам женщину, а не патефон. Нужно будет она помолчить, нужно поговорить. Будете доживать в Москве. Отправьте меня в деревню. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что ли, ничего, ничего. О, теперь его заклинит на сельском хозяйстве. Николай Михайлович, в общем так, я сегодня пригласил своих старых подруг. Вы с нами посидите, поговорите, а может какая приглянется, а там-то видно будет. Лёня. О, вот, вы слышите? Да что вы от меня хотите-то? Нет, вы слышите, это Роза Александровна. Она не выдержала. Она пришла на 15 минут раньше. Ага, он так и не побылся. Что вам от меня надо было-то? Так, не открывай, Люся, открывай. Николай Михайлович, ничего, всё. Москва, центр культурной жизни. Кто это пришёл? Тихо, 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 тихо. Что вы так разболновались? Это женщина. Она не кусается. Мы начнём с балерины. Входят Людмила и Нина Ивановна. Просто одетая женщина с продуктовой сумкой. Здравствуйте. Нина Ивановна, мы, как с вами договаривались, на 8 часов. Пожалуйста, проходите. А я шла от дома пешком, думала, что уже 8. Ага, ну да. Это мой муж. Я знаком с Леонидом Ивановичем. Я дочь. Вот мой отец. Очень приятно. Ничего, что я не сняла в туфли. У вас такая роскошная квартира. Ничего, ничего, ничего. Очень приятно. Что ж ты сидишь, папа? Встань, познакомься. А зачем? Да просто так вот возьми и познакомься. Нина Ивановна. Очень приятно. Дорогая моя, вы поторопились. Я не вовремя, вы ужинали. Да, да, мы, так сказать, ужинали. А мы очень рады. Пожалуйста, проходите, садитесь с нами. Спасибо. Леонид Иванович, я именно так и представляла вашу жену. Сразу видно, что женщина ничем не болеет. Лесенька, а что мы так вот как-то стоим-то, а? Николай Михайлович, Нина Ивановна, она, так сказать, пришла к вам. Вы извините, папа не успел переодеться. Да ничего страшного, Нина Ивановна, это свой человек, она все понимает. Лесенька, я там тебе должен помочь на кухне. Вы нас извините, мы вас на минуточку покинем, а вы тут без нас не скучайте. Папа, 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 я надеюсь, что Нине Ивановне с тобой не будет скучно, да? Лешенька, на одну минуточку, на одну минуточку, не ладно, на одну минуточку. Вам, если надо одеться, вы идите, я одна посижу. Я одет. Правильно, вы у себя дома. Жарко сегодня на улице. И днем было жарко. И сейчас я в такую погоду стараюсь не выходить из дома. У вас, кроме дочери, детей нет? Нет. У меня из родственников только брат. А сколько вам лет? Семьдесят. Мне шестьдесят семь. В такую погоду. К вечеру так устаешь, что сон не идет. А вы как спите? Плохо. Надо спать. Ночью организм отдыхает. А он у меня и не устает. В следующий раз вы ко мне зайдете. А зачем мне к вам заходить? Так я ведь не могу сразу решить, подойдете вы мне или нет. Не подойду и решать нечего. Извините, птица прилетает. Какая птица? Голубь. До свидания. До свидания. Так, Николай Михайлович, вы поступаете в распоряжение Людмилы. Нина Ивановна, мы отберемся беседника буквально на несколько минут. Пожалуйста. Папу, пойдем. Куда, Николай Михайлович? Вам надо одеться, побриться ради такого случая. Не стоит беспокоиться, мне уже пора. Да вы что, я только на секундочку спущусь вниз. Забыл закрыть машину. Николай Михайлович, вы идите в спальню. Я там приготовил вам туфли, костюм. У вас, кстати, какой размер обуви-то? О, как все оно интересно складывается. Люсь, кто бы это мог быть, а? Ты откроешь? Я же ведь не знаю, кто там. Так я ведь тоже не знаю. У вас должны быть... Да что вы, что вы, кроме вас никого не ждали. Открыли? Люся, а как же ты могла забыть? Ах ты, Люсь. Как же ты могла забыть? Тебе должна была прийти, Роза Александровна. Ко мне, да? Да, к тебе. А я забыла. А ты забыла. Николай Михайлович, вы не стойте. Вы идите, идите. Никуда я не пойду. Ну как же так? Ну наденьте костюм. Вы же видите, сколько гостей. Ну, Роза, это старая подруга нашего дома. Меня началась пелена. Да-да-да. Леонид Иванович, у меня к вам вопрос наедине. Да-да, конечно, Люся, да помоги ты ему. Пам, пойдем, а? Дай мне денег на билет. Я поеду в деревню. Ты всех задерживаешь. Куда ты спрятала чемодан? Дорогой тесть, все-таки так же нельзя. Я просил, чтобы он со мной не разговаривал. А то я отвечу. Николай, пусть клоуна из меня не делает. Ну, какого клоуна? Пойдем, еды, пойдем. Какого клоуна? Господи, что же? Куда же? У него тяжелый характер. У него так? Да вы что? Это так он просто. Так любит пошуметь. На самом деле здоров, как бык. Он в ванне стоят гири, бросает, как мячики. А что такое? Какой вопрос? Он знает, зачем я пришла? Да, конечно, он здравый уме и памяти. А что? Что такое-то? Мне показалось. Я ему не понравилась. Да ну что вы, Нина Ивановна, вы мне поверьте. Я-то его лучше знаю. Вам нужно сначала приглядеться друг к другу, да? Да, мы торопиться не будем. Ну вот, и медлить тоже не следует. Ну ладно, встречайте гостей. Да-да, вы знаете, у нас не дом, а так вот проходной двор. И еще кто-нибудь может прийти. Мне осталось? Ну, конечно, конечно, вы оставайтесь и так сказать, привыкайте к нашему дому. Мне кажется, я уже привыкла. Вот это хорошо. Хорошо. Леонид выходит. Нина Ивановна с удовольствием рассматривает комнату. Видно, что в таких домах ей приходилось бывать нечасто. Возвращается Леонид. С ним Роза Александровна, старушка в замысловатой шляпке. На ней светлое платье послевоенной моды, на плечах кружевная накидка, в руках ридикюль и китайский зонтик. Вы мне сказали, как я выдержу. Как всегда, изумительно. Роза Александровна, вы, ради бога, вы меня извините. Позвольте вам представить нашу близкую Нину Ивановну. Вы собрались всех родственников, чтобы на меня посмотреть. Очень рада. Надеюсь, мы с вами подружимся. Я тоже надеюсь. Можно я вас поцелую? Очень приятно. Леонид, простите, я забыла ваше отчество. Да вы что, Роза Александровна, вы меня всегда по имени звали. Не может быть мужчин, я величаю по имени и отчеству. Но меня можно просто по имени. Не рада ли? Дайте мне сначала взглянуть на вашего отца. Леон, тесть, я все перепутала. Поверьте, до сих пор не могу прийти в себя. Но это ваше дежурное состояние, так что это? Пиньте и главное. Представляете, сегодня приехал этот молодой человек, налетел на меня как вихрь, все за меня решила. Роза Александровна, ну не надо, ну не выдавайте вы наши маленькие семейные тайны. Ну, Нина Ивановна, бог весть, что обо мне подумает. Плохо, вы не подумаем. Ах, какое зеркало! Роза Александровна подходит к зеркалу. Она немножечко со смуром, близко к вашему профилю. Приятная женщина. Изумительно. Вы извините меня, я привыкла к большим зеркалам. У меня когда-то было свое от пола до потолка. И подарил мне его Виталий Давыдович Шамардин. Вы, конечно, слышали о нем. Шамардин? Шамардин? Ну, Шамардин, ну, конечно, конечно, слышали. И Нина Ивановна тоже слышала. Правда, Нина Ивановна, да? Все может быть. Это был крупнейший инженер. Строитель мостов. Сейчас таких мужчин нет. Голова, чемодан мозгов. Рост два с половиной метра. В машине он вгибался пополам. А сколько наград у него! Так много! Какой это был благородный человек. У нас встречился один инженер. Но он строил электростанции. Это был совсем другой инженер. Он, напротив, был небольшого роста. И звали его Александр Петрович Стеблов. А я не помню, как его звали. Помню, что инженер. Сашенька Стеблов, Стебелек. Так его звали близкие друзья. Боже мой, какие он мне стихи писал. Какие письма! Он хотел назвать плотину моим именем. Плотина Роза. Но он давно уже умер. А где же хозяйка этого милого дома? Моя жена. Она в настоящий момент приводит в порядок квартиру. У вас так чисто. Неужели все сама она убирает? Ну, конечно. А вы знаете, я за всю свою жизнь неразу не взяла веник в руки. Дома меня невозможно застать. Я бываю на всех премьерах. Боже мой, какое прекрасное бюро. Здесь ваша жена хранит ваши любовные письма. Любовные письма? Здесь когда-то хранила княгиня Борятинская. А моя жена, ну так, держит здесь свои спортивные трофеи. И вы не написали ей ни одного пылкого письма. А она мне не ответила. Для них милой женщине необходимо получать письма. А какая могла ждать его? Читать по ночам? Всегда носить с собой? Нет, в наше время мужчины писали. Ну, телефонная связь была в зачаточном состоянии. Сейчас любят по проводам. Разве сейчас любят? Смотришь по телевизору или на сцене, приходишь в ужас. Женщины говорят, как сковорились с тобой. Разве раньше можно было назвать женщину членом коллектива? Вчера смотрела к весу, какая-то птица Терма встает на трибуну работницы и говорит, члены нашего женского коллектива. И вы знаете, ей почему-то аплодируют. Если уж коллектив чисто женский, я бы сказала, наши амазонки. Вот, вот это правильно. Наши амазонки в текущем квартале заготовили два миллиона яиц. А сколько прекрасных слов. Моя ненаглядная, незабываемая, несравненная. Еще можно сказать голубушка. О, голубушки. Я вижу, Николай Михайлович задерживается. А не выпить ли нам, а? Ой, что вы, Леонид Иванович, я совсем не пью. А вы знаете, я чего-нибудь бы выпила. Вот, коньяк. А шампанского у вас нет? Шампанского? Шампанского есть. Ну, конечно, есть. Через некоторое время Людмила займется сервировкой стола. Вот, давайте. Я вам налью капельку. Только при губе. Ой, это слишком много. Вы хотите меня спалить? Боже мой, как я давно не пила коньяка. Так смелее, смелее, Розовес. Вы знаете, я боюсь. Я потеряю контроль над собой. Огонь. Просто огонь. А вы, вы закусите. Пожалуйста. Благодарю вас. Нина. Все поплыло. Все поплыло. А вы, вы закусите. Что вы со мной сделали? А ваш тесте пьет все художники-пьяницы. А в каком направлении творит ваш отец? Мой тесте, он занимается, так сказать, технической эстетикой. Изделия из металла. Лех, теперь все техническое. Вместо парнаса комбинат. А вместо пегаса трактор. Скажите, можно мне пересесть вот в то глубокое кресло? Ну, конечно. Это кресло знаменитого полковника Клюки фон Клюгинау. В октябре 1834 года он с отрядом всего в три с половиной тысячи человек прошел с боями от Тернисхан-Шуры до аварской столицы Хун-Захун на голову разбил Шамиля и назначил аварским правителем Аслан-Хана Казику-Мухского. Обивка с тех пор не менялась. Леонид Иванович, почему вы работаете мебельным инспектором? Я давно хотела вам задать этот вопрос. Ведь вы, кажется, историк. Да. Историк. Я вас не огорчила? Нет, нет, что вы, что вы, что вы. А почему, собственно, я-то я должен огорчаться? Мебель – это тоже своего рода история. А в истории, в этой науке, ой, там уже так давно все найдено, понято, да, доказано, так сказать, добавить что-нибудь новое не всякому дано. Извините. Вам удобно? Да. Ах, боже мой, как здесь хорошо. Как будто я попала в свое прошлое. Правда? Угу. А как вас зовут, дорогая? Нина Ивановна. Нина, какое красивое имя. Вы не курите? Нет. А вы неужели курите? Сорок лет, думаю, я, наверное, умру с пупирозой. Зачем же вы губите себя? Отравляете организм? Я бросала в 58-м году. Ну, продержалась неделю. Женщине не идет курение? Не знаю. Мне кажется, настоящей женщине все к лицу. Все мои подруги курят. И Леонора Парвинская, замечательная пианистка, начала курить на войне. Она аккомпанировала песни «Давай закурим». Певица давала ей папиросу, она закуривала, бойцы очень смеялись. Мы были с ней в одной бригаде. Я танцевала, пела, читала стихи. Что такое? Что такое? Роза Александровна, ну не надо, не надо. Ну, Роза Александровна. Память. Ничего не могу поделать. О ком не заговорю, тот или умер, или умирает. Я боюсь звонить друзьям, поэтому, наверное, они мне перестали звонить. Думают, умерла. А я жива. Странно, не правда ли? Скольких людей я знала. Каких людей? Куда все ушло? Если следить за организмом, можно долго прожить. А вы, милочка, из какой области? Москвичка. Нина Ивановна. Специалист по психиатрии мозга. Вы не знали, Кувань? Знали, знали. Боже мой, какой это был психиатр. Вы знаете, он мог загипнотизировать сто человек сразу. Могучий, похож на Люцифера. Ходил по стыне в длинном фраке и носил бороду в кулаке. А какой был пронзительный взгляд. Я пришла на сеанс и заснула первой. Потом мы познакомились. У нас были гастроли в Тбилиси. Боже мой, какое это было чудесное время. Грузины. Красное вино. Я помню ночь. Звезды до самого утра не исчезали с неба. Было солнце и звезды. Какой-то старик пел песни. Ассистентка Куваева Сонечка играла на аккордеоне танго. Он меня пригласил. Устала. После сеанса. Тихий большой ребенок. Танго, сказал он. Это танец воспоминаний. Светлая грусть прожитых дней. Он был прав. Когда я слышу мелодию танго, я закрываю глаза и вспоминаю. Роза Александровна. Вы элегия, а не женщина. А вы видите что-нибудь? Ай, я... В дверях появился старик. Рядом Людмила. Пап, успокойся. Давай чемодан! Давайте выйду! Где он? Старик быстро скрывается. Роза Александровна, вы представляете, вы только что помянули о... О, а вот моя жена, вот она и явилась. Да, познакомьтесь, пожалуйста. Людмила. Деточка, можно я вас поцелую? Можно, пожалуйста. Муж моя, какая упругая щечка. А какие волосы, просто кустодевская имя. Вы меня извините, я занимаюсь по хозяйству. Леонид, можно тебя на минуту? Люся, мы заждались Николая Михайловича. Он что, не хочет наводить марафет? Вы знаете, папа у нас большой оригинал. Он ходит по дому по-русски, в носках, с бородой. Лев Николаевич Толстой. Да, ну ладно, пусть так выходит. Ты мне нужен. Вот нынче жены-то какие, без мужа, ну просто как без рук. Вы меня извините, я вас на минуточку оставлю, а вы тут без меня не скучали. Леонид Иванович, я хочу успеть в магазин до закрытия, и по вечерам я покупаю дворок. Может, мне зайти в другой раз? Нет, нет, я вас не отпущу. А вы, Игорь Иванович, я хочу посекретничать с вашей родственницей. Нина Ивановна, вы понимаете, да? Вы знаете что? А я сейчас вам включу и стереофонию. Мы с Люсенькой увлекаемся современной, вкусовой музыкой. Можно потрястись, ликвидировать избыток углеводов, но вы, конечно, предпочитаете старинное, классическое наследие прошлого. Вот, пожалуйста, шаляпин. Так, так. Почему? Скажите, а как вам эта история с международным терроризмом? Вы знаете, я дрожу от возмущения. Вы артистка. В прошлом, все в прошлом. Скажите, а где вы практикуете? Я медицинская сестра. Работала в доме скорби. Я тоже могу вспомнить, но лучше забывать. На душе становится очень тяжело. Скажите. Николай Иванович. Мне сказали, что он гири поднимает по утрам. Мне тоже говорили об этом. Значит, это правда. Вы родственница или знакомый? Я не поняла. Меня хотят созватать с Николаем Михайловичем. Что вы мне посоветите? Мне бы никогда это и в голову не пришло. Но у меня умерла сестра. И я осталась совсем одна. Она заснула и не проснулась. Мне не на что было ее похоронить. Я продала кресло и таким образом познакомилась с Леонидом. Я теперь тоже боюсь умереть во сне. Каждая ночь для меня пыльно. А если будет рядом живой человек, все-таки не так страшно. Что же он так долго не выходит? Может быть, его там гримируют под молотого. Ну, до чего раскрепостились жены? Вот я должен знать, что у нее на кухне. Ну как, вы тут без меня не скучали? Нет, ваша родственница очень интересный собеседник. Леонид Иванович, когда же наконец покажете мне жениха? Вы знаете, я вся заинтригована. Извините, я не родственница. Нина Ивановна, мы же договорились. О, это, кажется, кто-то пришел. Да, я с этого звонила. Да. Леонид, к нам. Да спокойно, спокойно, Лесенька, все будет хорошо. Лесенька, вспомни, пожалуйста, бабушка перед смертью просила не забывать свою старую подругу, тетю Диану, ты помнишь тетю Диану, а я ее сегодня пригласил. А она меня помнит? Ну как же, нет, 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 она тебя забыла. Вы не виделись, 42 года. 42? Мне будет в октябре. Да, и что, ты предлагаешь держать тетю Диану на лестнице, да? Нет, это твоя бабушка просила. Я думал, это наша бабушка просила, Лесенька, спокойно, спокойно, все будет хорошо. Детка, где же ваш отец? Здесь, здесь, он дома. Вот, а ты поди и поторопи его, Лесенька, ну поторопи его. Пардон, а я отец удаляюсь. Сегодня у нас будет вечер встречи ветеранов. Мы замечательно проведем время. Скажите, кто должен прийти? Я что-то ничего не поняла. Вы меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я сама здесь в первый раз. В первый? Представьте себе. Ммм, я удивлена. Возвращается Леонид. С ним Диана Владимировна. Опрятная старушка. Вот, позвольте вам представить Нину Иванну. Диану Владимировну. Господи, простите, ради Бога, просите. Диану Владимировну, ну конечно. Барабанова, Писачинская. Нина Ивановна Воронкова. Проходите, пожалуйста. Вы сегодня так торопились, что я не успела сказать. Вечер у меня не весь свободный, поэтому я пришла пораньше, я не знала, что у вас будут гости. Ничего, ничего. Это вам. Да вы что, я думаю. Ну, я не знаю, просто огромное спасибо. Я потрясен. Зачем было тратиться? Это сборник монгольских загадок. Вы проходите, пожалуйста, и садитесь. Садитесь. Барабанова, я хотела бы у вас спросить. Да что тут спрашивать, все ясно. Спрашивать она будет. Но я хотела бы понять. Что понять? Что понять-то? Вы выпили, захмелели. Вот лучше я вас спрошу. Вы тут упомянули о магнетизме. А я знал одного рентгенолога, который мог притягивать металлические предметы. Утром жена помогала ему встать с постели. Ну, сетка-то была металлическая. Правда, это происходило с ним после сильного алкогольного возбуждения. А вы знаете, я тоже знала одного пьян-ференгенолога, у которого жила обезьянка. По имени Сутона. Она умела стирать. Ну, так это она помогала хозяину. Да, но он ее споил. Да вы что? Да. Усаживал животное за стол, наливал грюмку и пил с ним. Прошло время, и животное без его помощи стало находить спиртное. Хозяин приходил, а она уже не стояла на ногах. Еще вы же. Рофоли лечить не помогло. Ой, бедняжка. Где же мой жених? Про мне себя ведите, сказала. Вы мне это? Ладно. Дина Ивановна, вспомните клятву Дипократа. Вас же пригласили на меня посмотреть. Ну и смотрите, только не делайте мне замечаний. Я не на вас пришла смотреть. Линдий Иванович, а кто эта женщина? Пришла посидеть и все. Но я же не возражаю. Сидите. Вы не можете возражать. Вы тоже пришли свататься? Я не понимаю, Леонид Иванович, что происходит? Что ж это получается? Сначала одна пришла, потом другая. Простите, меня пригласили. И меня пригласили. Да. А я, значит, пришла без приглашения. Дорогие мои, дорогие мои, родные, хорошие, вы только ради богу успокойтесь. Дело в том, что каждая из вас получила приглашение. И каждая из вас может, ну, так сказать, в равной степени рассчитывать. Я, ну, не хотел я вас собирать вместе. Я хотел как лучше... Ну, вот, наконец-то, я могу представить вам моего тестя. Да, туфли можно было бы. Ничего, пусть ходят в носках. Николай Михайлович, проходите, знакомьтесь. Ветеран сцены Роза Писачинская. Здравствуйте. Диана Барабанова. Здравствуйте. Остин Иванович, вы уже знакомы. Ну, что, Люся, будем пить чай? Будем. Папа, достань, пожалуйста, чашник. Да ты что, Люсенька, это я сам сделаю. Николай Михайлович, ну, проходите вот сюда. Садитесь, так сказать, на главное место. Вот. Люсенька, а что мы предложим выпить нашим дорогим гостям? А я не знаю, что они пьют. Роза Александровна попросила шампанского. Да, 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 шампанского. Так что, давай, дорогая, давай. Открывай свой погребок-то. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Нина Барабановна, а вам что прикажете? Мне не надо ничего. А что? Я, пожалуй, тоже откажусь. На работу еще идти. Люсенька, ты садись. Садись. Садись, родная. Садись. Так. Николай Михайлович, позвольте. Я вам не могу. Нет, нет. Хорошо, хорошо. Так, на Розе. На Розе. Вот так. Ну и что же вы приумолкли, голубышки? Вы еще работаете? Да. А что вас так удивило? А сколько же вам лет? Странный вопрос. Я еще гимназию захватила. Да, я работаю ночным бахтером. У меня есть внуки, а раз есть внуки, нужны деньги. А что же, родителей у них нет? Мой сын не умеет зарабатывать деньги. Я воспитала честного человека. Ну, вам-то нужен близкий человек. Он поможет. Вы заслужили право на личное счастье. Я хочу заслужить хотя бы одну слезинку на своей могиле. Недавно провожали одну нашу сотрудницу. Почти никто не плакал. Ну, сотрудницей-то было, пожалуй, все равно. У человека ведь живое сердце, а не капроновое. А вот у меня детей нет. Мне жаль вас. Человек должен о ком-то заботиться. Вот. Вот это золотые слова. Золотые слова, Диана Владимировна. Нина Ивановна, а вот как вы думаете? Я об этом не думаю больше. Ну, что ж. Ну, а тогда по капельке шампанского. По капельке шампанского. Ну, хорошо, Рози, они не в ванне, а донышко. Зачем? Вы им подносите. Тебе тоже достаточно. Дорогая моя, я не понимаю, а чем ты не доволен? Ну, чем? А тебе весело? Ну, спасибо. Слушай, выйди и успокойся. Отойдет меня. Николай Михайлович, а я не понимаю, что такое происходит с вашей дочерью? Ты не трогай-то его. Людмила Николаевна, мы сидим с культурными людьми, почему никто не пьет? Вы мне извините, пожалуйста. Берите закуску, пожалуйста. Не стесняйтесь. Папа, тебе положить что-нибудь? Николай Михайлович, а вы ухаживаете за дамами? Ну, скажите нам хоть что-нибудь. Пап, ну, скажи нам хоть что-нибудь, а то ли все подумают, что ты немой. А что я могу сказать? Обо мне Бог позаботился. Рассудка лишил. Что? Николай Михайлович, мы несколько не поняли. Вот вы сказали, что я сумасшедший. Так, наверное, и есть. Видения у меня уже начались. Обстановка у вас такая. У них обстановка такая. Кажется мне, что она не моя дочь, а царская. К ней сюда на поклон ходят, просят, хотят детей чемпионами сделать. А мне в голову лезет и лезет. Я жизнь вспоминаю и понять ничего не могу. Что теперь с ней стало? Папа. Зачем вам гражданки милые, ненормальный старик? Откуда они вас выписали, я не знаю. Кто вы такие? Не ведаю. Папа, замолчи. Да как же можно молчать? Когда человек живет, он говорить должен. Он там молчать будет. Нет, гражданка. Нет, гражданка. У меня сейчас такое здесь. Воды быстро. Какое? Ну что с тобой надо? Я знаю, почему ты меня дураком считаешь. Залез на крышу 50 лет назад. Залез, с птицами разговаривал. А мог большим человеком стать. У тебя жизни легкой не было, доченька. Ты велосипедистка, всю жизнь педалей крутила. Сама деньги зарабатывала. Сама до всего дошла. А мать внука так и не дождалась. Я прошу тебя, чтобы ты замолчал. Мать наша, когда с животом ходила, обещала парня. Парень, говорит, будет только парень. Ей обидно было слышать. Она говорит, доченька несчастная, говорит. Знаете, мне пора. Девушка, остайтесь. Нет, мне можно ходить. Я вас очень прошу, остайтесь. Вам не придется больше работать. Это я буду заботиться о ваших внуках. Нина Ивановна. Если вам сиделка нужна, пусть она нанимается. У нее доброе сердце. Меня вы только не трогайте. Не надо, Нина Ивановна. Вы женщина из очереди. Амазонка. Кто-нибудь защитит меня от этой особой? Мне надо магазин. Да какой? Какой там магазин? Я тороплюсь. Людмила Николаевна, так, кажется, вас зовут. Проводите меня. Да-да. Конечно. Сядь. Вот ты и высказался, наконец. Люся. Теперь тебе меня стало жалко? Папа, а когда мне зимой не в чем было выйти на улицу, тебе меня не было жалко? Когда мать ходила по соседям за керосином и мыла полы за гроши? Я у тебя тогда, дорогой мой папа, никогда ничего не просила. Извините. Девочка, не надо. Ну, остань. Не спой. Я отвезу. Я на собственном автомобиле. Я до дома прям довезу и все. Нина Ивановна, берите за место. Мне надо в магазин. А я вам говорю, на место. Мне надо в магазин. Какой? Какой магазин? Молокосоюз. Номер магазина. Он в нашем доме. Адрес дома. Адрес? Ну, все понятно, не надо. Проводите меня, пожалуйста, и пенсию. Гражданки, Николай Николаевич, не надо. Гражданки, кто из вас одолжит мне денег на пилет? Да вы что, Николай Николаевич, а кто то я одолжу? Да нет, одолжите вы. Я верну с пенсии. Все за копейки. Да возьмите, уйдите. Да вы должны понять старого человека. Да замолчи ты. Ведь ты же мой отец. Николай Михайлович, я очень вас прошу, пойдемте к вашей дочери. А то, мне кажется, женщины, они начинают вас немножко побаиваться. Чмутин тяжело поднялся и вышел. Так. Вы очень торопитесь, поэтому я буду краток. Людей, которые мне помогли, я никогда не забываю, Роза Александровна. Что вам угодно? Вы просили шампанское, пить? Это новосветское из специальных кладовых. Нет, я не хочу, я не буду. Тогда вспомните, сколько вы получили за кресло. Вам было трудно? Вы плакали? Я вам благодарна. Вы благодарны мне или нет, это ваше частное дело. Меня давно уже научили, что благодарность понятие сугубо материальное. Я тоже, когда откланялся, говорил спасибо, пока наконец не понял, что меня жестоко обманули в детстве. Высокие слова, душевные волнения нет. Словам я давно не верю. Да, Роза Александровна, из меня мог бы выйти ученый. Я был, что называется, из первых учеников. На последнем курсе написал работу. Читал я своего профессора, ну как Пушкин Державин. Он разволновался, поцеловал меня в лоб. Диплом исторического факультета я подарил маме. И с тех пор изучаю историю в коптерке своего магазина. Каких только историй я не наслышался, как кто только не спасал, накидывая трешку. Увы, мои дорогие, к великому сожалению, к великому моему сожалению, слова – это колебания воздуха. Так, простите меня за это маленькое биографическое отступление. Вернемся к нашему делу. Демальник, вы интеллигентная женщина. Я видел, сколько у вас дома книг. Вы продали старинную семейную реликвию, письменный стол вашего отца, профессора Права. Кстати, знаете, кто сейчас сидит за этим столом? Товарищ Переверзев, второй пищеторг. Рыжая щетина, золотой перстень, врос в мясо. Ирония судьбы, именно я помог обставить ему домашний кабинет. Но, Диана Владимировна, и ваш отец, профессор Права, он не предполагал вот такой метаморфозы. Вы хотите, чтобы на эти деньги ваш сын поехал в Пицунду? Причем здесь я? Почему именно я должен звонить в союз кинематографистов? Я рядовой зритель! Итак, вы меня пользуете. А на мне что, написано, что я должен кому-то прислуживать? Я привык, привык к вашим слезам, мольбам, проклятиям. Я ко всему привык. Одного не выношу. Это когда меня считают лакеем. Если кому-то пришелся по сердцу мой, «Тесть, милости прошу! Если нет, забудьте, кто я и как меня зовут!» Я сейчас пойду к Николаю Михайловичу, а вы здесь останьтесь, успокойтесь, подумайте и договоритесь, кто из вас его осчастливит. Я жесток, но ничего не поделаешь. Я никого не заставляю. Он хотел жениться сразу на трех. Сатир. Вы много раз были замужем. Ни одного раза. Ходите, оставайтесь. А я ухожу. Я немедленно ухожу отсюда. Муж никуда не поедет. Доберемся без его помощи. Приятно было познакомиться. Спасибо. А вы что, остаетесь? Деточка, можно я вас поцелую на прощание? Старушки уходят. Людмила садится. Возвращается Леонид. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Валерий Курасович, Валерий Курасович. поедем на вокзал заодно сделаешь купе до симферополя кому меня просили одевайся давай ключи я поведу машину а скажи куда ты так торопишься утром он будет в курске а через три часа в деревне та же комната входит чмутин он одет обут видно что собрался в дороге говорите пожалуйста нет его никого нет старик подходит к окну а ты здесь вот видишь дружок помирать пора а я все живу не хочет бог меня к себе забирать ты у него за отца считаешься попросил бы за меня сколько я домов покрыл а он кровельщиков уважать должен да наша работа для людей не очень заметно они редко голову от земли подымают а ему сверху видно хорошо вот видишь в москве с крыш сколько у каждый свой чин зеленые генерал сапоги под мрамор а там я над всеми крышами командиром буду первым делом я проверю рядовых их по россии видимо невидимо кому конька прилажу кому что-нибудь заменю вот видишь дружок да я возьму лестницу в руки гвоздь в зубы и наверх прихвачу с собой василия ивановича он электрик развесит везде фонари здесь то круглые сутки день а на всю тонину деревню горит одна лампочка и все вот видишь не дают нам с тобой помечтать уезжаю я дружок вот так входит роза александровна останавливается у двери я пришла одна вы меня не узнали узнал предложите же мне войти вы вошли уже я пришла к вам а зачем ко мне приходить не такой я человек подождите включите пожалуйста электричество я не люблю я сидела во дворе на скамейке и обдумывала все что здесь произошло ваши дети прошли мимо мне захотелось вернуться скажите почему они вас решили женить не знаю меня смутило ваше выступление за столом вы попросили денег у меня их нет нет ничего мне не надо честное слово я вам одолжила я недавно потратила за пенсию только через две недели нет у меня своя же пенсия есть леонид говорил что вы художник я в домоуправлении трудился а где можно посмотреть ваши работы в курске на крышу придется залезать а мне приходилось бывать на крышах мтво местная противовоздушная оборона я так ловко гасила зажигалки что никто не верил что я балерина а что вы так на меня посмотрели николай густавыч лига видел во мне вторую корсавину ничего не поделаешь не каждый выходит знаменитости меня так давно никто не приглашал в гости готовить я не умею да и не люблю китаясь напротив дома в молочном буфете там пекут чудесные булочки но единственное неудобство приходится есть стоя я так соскучилась по простым домашним обедом я скоро уйду я не буду вам мешать да нет вы мне не мешаете вы может быть есть хотите хочу ну так пожалуйста проходите пожалуйста угощайтесь благодарю вас вы простите я не знаю даже ваше имя и отчество роза александровна очень приятно вот пожалуйста угощайтесь налейте мне пожалуйста шампанского это напиток моей молодости пожалуйста а себе давайте с вами выпьем какие у вас выразительные руки сразу выдают творческую натуру нет вы не простой человек я сразу это поняла рада была познакомиться обоюдно мы с вами опьянеем и наделаем глупости как сразу стало тепло скажите что-нибудь а что я могу сказать я человек простой вы ешьте ешьте не стесняйтесь я обязательно попробую все что здесь поставлено королевский стол мы в этой декорации похожи на древнюю аристократическую пару так мне и хочется назвать вас графом боже мой какой я вздор милю как сразу стало тепло выпьем еще по рюмочке и пойдем требовать карету нам подадут карету скорой помощи вы курите? курил когда-то закурите вот вам спички дайте мне огня давай закурим товарищ по одной сначала надо предложить даме вы оказывается босяк вы мне поначалу показались таким гордым есть мужчины они доводят женщину до изнеможения своей неприступностью а потом когда вы наконец вошли я испугалась вы мне показались больными правильно у вас что сердце? нет сердце хорошее а у меня плохое я с балужной капризной дома за меня все делала сестра я вам совсем не понравилась? я таких женщин не видел никогда у меня жена была такая же тружениц как и я ну что вот если бы вы меня видели лет много лет назад ах как я быстро прожила жизнь и как незаметно растаяла дверь иду по улице те же дома они меня помнят мне кажется я на другой планете я не могу понять какие люди сейчас ходят по тротуарам скажите мне Николай Михайлович не знаю я отсюда почти никуда не выходил не знаю я ужасно всегда боялась темноты холодной воды людей я никогда не боялась боже мой что происходит в нашем дворе женщины женщины пьют наравне с мужчинами а юноши так сквернословят диву даешься куда смотрит народное образование вы меня не слушаете нет просто голова закружилась отвык от дыма оказывается я еще могу кружить голову мужчина а почему не горят свечи а это у них для украшения там есть кнопочка нажми как хорошо в детстве мы с сестрой любили сидеть при свечах у меня есть комнатка в конце длинного коридора окно упирается прямо в стену а там сплошные кирпичи но зато мой стол на кухне стоит у окна я люблю смотреть как в соседних домах живут люди правда соседи не терпят когда я слишком долго нахожусь на кухне у нас живет пьяный водопроводчик он специально изготовил ключ и меня запирается однажды даже заставил мою дверь шкафом но самое страшное это одиночество от него я просто схожу с ума перебираю старые альбомы играю на гитаре как только начинаю петь водопроводчик стучит в таз я даже однажды ему сказала глушитель вы не могли бы пойти и поговорить с ним его надо напугать Леонид обещал что вы с ним справитесь они мне сейчас билет принесут какой билет на поезд вы уезжаете уезжаю надолго надолго мужчины всегда куда-то уезжают но в большинстве случаев они возвращаются а куда возвращаться сюда нет возвращайтесь ко мне у меня в комнатке можно найти место для другого человека спасибо конечно спасибо но у меня там дом сестрин Николай Михайлович возьмите меня с собой в деревню я буду помогать вашей сестре я умею вышивать я могу в клубе организовать хореографическую студию а кто танцевать то будет там живут одни старики я говорю глупости не обращайте на меня внимание ну что же вы плачете то ну не надо на меня смотреть ну хорошо если время до поезда будет заедем к вашему водопроводчику Николай Михайлович а я вам совсем не подхожу нет ну вы такая женщина я даже не знаю как и сказать вы и супруга себе ищите такого же какого мне теперь все равно нет ну я я понимаю конечно вы живете одна но с мужем то конечно другое дело совсем но если водопроводчик будет стучать по тазу муж его по голове ну я то вам зачем ну какой же из меня жених мне уже на кладбище пора вы мне симпатичны ваши дети вернулись я лучше пойду ну что вы испугались то ну не говорите им ничего а то они меня прогонят как это прогонят вы поедете со мной в деревню и нам от них ничего не надо а я попробую научиться готовить вы только скажите какие вам блюда больше всего нравятся у сестры была книга о вкусной и здоровой пище ну а у меня только пенсии кроме пенсии ничего нет предупреждаю ну ладно идите вы знаете я так волнуюсь я просто взгляд рожу ничего ничего подождут одну минуточку одну минуточку ну ладно можно идите а вы не волнуетесь а вдруг они будут против старик выходит и через некоторое время возвращается с Дианой и Владимиром заходите 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 ну что же вы остановились мы рады гостям Николай Михайлович ваших родственников нет дома нет то есть Роза Александровна я вас от души поздравляю Николай Михайлович у вас будет прелестная спутница жизни а сами вы что раздумали я уступаю могу только поздравить жаль жаль вот я и вижу вы входите во вкус тихо когда я разгадываю мне нельзя мешать я забываю мысли не надо на меня повышать голос Роза Александровна он же шутит я за вас счастлива дайте я вас поцелую дорогая ну тогда и меня поцелуй вас нет жена будет ревновать а почему это я буду ревновать я в себе вполне уверена целуйте если ему так необходимо пожалуйста я могу даже не смотреть все я с удовольствием пожму руку Николая Михайлович уже я позвонила моя сменщица попросила подежурить в ближний час съездила домой Николай Михайлович просил денег на билет да нет что вы что вы не надо не надо ну что вы этой что вы так волновались это я вот для них сказал чтобы они волновались вот дурак да да что вы так расстроились люди должны помогать друг другу да нет ну чем ответить ну скажите чем ответить скажите ну возьмите Не-не-не, не возьму, не возьму, не возьму. Чем ответить-то? Успокойтесь, пожалуйста. Сядьте и успокойтесь. Николай Михайлович, вы должны жениться на этой женщине. Молчите, Диана Владимировна. Вот работаете, у вас только забота, а мне ничего не надо. Только иногда приглашайте меня в гости. Николай Михайлович, дорогой, я вас прошу, женитесь на ней. Она больше, чем я, это заслужила. Роза Александровна, если вы будете продолжать, я сейчас же уйду. Нет, нет, уйду я. Где моя шляпка? Не уходите. Кому вы это говорите? Не уходите обе. Женщины, дорогие, знаете что, поедемте в деревню, а? Дом, Тонин, небольшой, но места всем хватит. Я его подремонтирую. Окна на реку, в лесу грибы, ягоды, а? Кругом тишина, никого. Посадим картошку, приедем, три классных специалиста. О чем вы говорите? Разве я могу оставить своих? Нет, нет, я должна работать здесь, Николай Михайлович. Я ведь ничего не знала о замужестве. Ваш зять пригласил меня на чашку чая, обещал мне помочь. Вот почему я пришла сюда. Я не предполагала, что за это придется выходить замуж. Я вас оставляю, Роза Александровна, спасибо вам, дорогая. Мы будем дружить с вами, а теперь мне пора сменщиться. Надо домой отдыхать. На вашей вахте есть телефон? Не надо, у меня еще осталось немного времени. Дайте мне слово, что вы не будете отказываться от Николая Михайловича. Он от меня сам отказался. Да разве можно от вас отказаться? Верно, Николай Михайлович? Совершенно верно. Не надо меня успокаивать. Я в очередной раз поняла, что такое мужчины. Идите же к ней. Ну я же первый приглашал вас в деревню. Вы как попугай, честное слово. Вывести вас на улицу вы всех будете приглашать. Не ссорьтесь. Давайте сядем за стол. Теперь я обязательно выпью. Выпью за ваше счастье. Да-да-да, садитесь рядом. А я присяду напротив. Налейте мне вина, Николай Михайлович. Налейте, налейте. Я приду на вахту и тут же улягу спать. Мои дорогие молодожоны. Я старая идеалистка до сих пор верю в чудеса. Когда я была совсем юной. А это, скажу вам по секрету, было очень давно. Я думала о своем будущем. Оно мне казалось необыкновенным. Я верила в царство справедливости. Я верила, что простые ничтожные потребности в пище и одежде будут удовлетворены. И люди еще на моем веку задумаются о своем высшем предназначении. Не буду рассказывать вам историю своей жизни. У всех нас одна история. Мы много пережили. Потеряли близких нам людей. Были счастливы и несчастливы. Страдали, может быть, чуточку больше, чем этого заслуживали. До войны я потеряла отца. Война унесла моего любимого мужа. Мне было очень тяжело одной, но не это причиняло мне главную боль. Я поняла, что мои идиллические грезы о будущем в отпущенной мне жизни сбудутся. Ну, у меня был сын. Когда я носила его, я ходила на выставки, концерты симфонической музыки. Я готовила его к той возвышенной жизни, о которой мечтала сама. Он окончил университет, филолог. И жена его тоже филологиня, милая, спокойная. Счастлив ли мой сын? Он устал. Он очень постарел. Но у меня есть внуки. Мальчику скоро 20, а девочке еще нет 14. Поэтому я живу и верю. Мой сын в последнее время что-то коллекционирует. Последнее его увлечение. Путь-те водитель. Может быть, он мало путешествовал. Все-таки двое детей. И вот я решила... Мне захотелось, чтобы он поехал к морю. Мне ужасно жалко его. А я купила ему путеводитель, но подарю его вам. Я прошу, я вас очень прошу, не путешествуйте вдвоем. Читайте друг другу вслух. Не покидайте близких вам людей. У каждого человека должны быть близкие люди. Возьмите. Спасибо вам, дорогая моя. Ну, а что же мы так и не выпили-то, а? Давайте за вас, а? Вот если бы был помоложе, я, честное слово, честное слово, женился бы на двух. Ну, я вот сижу и чувствую близкие люди. Вот дом у нас был от дома управления для слесарей, дворников, сантехников. Люди разные жили. И запойные были, и какие угодно. И вот Анна Ивановна, соседка, болела. Сережка, однорукая почтальон, 10 лет за ней ходил. Чужой, вроде, человек. Вот к чему это я все говорю. Я не знаю. Вокруг меня женщины были без образования, поэтому я так вот, может быть, коряво говорю. Но я когда присмотрелся, как живут здесь они, как живет моя дочь, вот вроде бы все есть. Богатство в доме есть, детей нет, любви нет. Когда я стал говорить им об этом, такое началось. Я понял, жить я тут не могу. Поеду я в деревню, на хутора. Есть такие хутора. Молодежь поразъехалась, осталось каких-нибудь 3-4 старика в земле копошаться. Вот такая она, Тонина деревня. Вот не знает моя дочь, что Тоня умерла. Да что ей говорить было об этом, когда она своего родного отца стыдилась. Вот Тоня свой дом завещала меня потому, что у нее кроме меня никого не осталось. Светлая ей память. Ну, а теперь туда Роза Александровна приедет. Так что вы не плачьте, мы еще поживем на этом свете. Ноги наши ходят. Вот, и сердце, как поется в песне, стучит и стучит. И был бы сейчас здесь Василий Иванович, он бы баян принес. Кто-то пришел. Это они. Они? Так, свадьбу захотели. Будет им свадьба. Вот здесь вот у них музыка. Включаем. А вы, дорогие мои, выходите и начинайте танцевать. Я не понимаю. Успокойтесь, Николай Николаевна. Нет, они меня до края довели. Что сейчас будет? Держаться, Дружок, держаться. Что бы ни было, мы не должны перед ними унижаться. Я еле стою на заказах. Держаться, Дружок, держаться. Чудесный вечер. Свечи горят. Мы танцуем. В дверях появляется Нина Ивановна. Тут еще одна невеста. Свадьба! Присоединяйтесь! Моя свадьба! Только я не султан и больше живиться не могу. А я-то вас ни не вам, ни не отдала. А я не за этим вернулась. А зачем? Позвольте вас спросить. Сумку задула с ключами. Так вы и поверили. А вот сейчас найду ее и покажу. Ну, покажите, покажите. Вот она. Пожалуйста, смотрите. Так. Ну, так давайте, давайте ее сюда. Давайте и пожалуйте за стол. А хозяева где? Мы здесь хозяева. Николай Николаевич, я за вас волнуюсь. Давайте, давайте, давайте. Дорогая Елена Ивановна, в нашем доме всегда рада гостям. Вам и без меня весело. Ну, давайте вашу сумочку, давайте. И пойдемте, пойдемте за стол, пойдемте. Николай Николаевич, налейте моей сопернице. Так, я всем налил и ей тоже. Давайте, давайте сумочку, давайте, давайте, давайте. Пожалуйста, пойдемте. Не приглашайте, не надо. Почему? Выпейте, выпейте. Сегодня у нас праздник. Нина Ивановна, вы должны дойти до нашего состояния. Зачем же я буду вредить себе? Смерть не страшна. С ней не раз мы встречались, пою. Вот и теперь мне давно она окружится. Нет, теперь я не боюсь умереть. Ах, Леонора, как хорошо было бы тебя пригласить в гости. Ой, зовите, зовите всех. Вина хватит. Ну, может быть, вы будете закусывать? Они такие благовоспитанные, ничего не едят. Вы будете есть или нет, а? Когда женщина ест, у меня на душе спокойно. Вот, бывало, получишь зарплату, купишь что-нибудь дедакое. Жена с дочкой едят, а я смотрю, говорю, уже пробовал. Так, давайте, а? Давайте выпьем за ваше здоровье, дорогие мои. Давайте. Выпейте, дорогая Нина Ивановна. И будем дружить с вами. Мы не ссорились. Говорите, говорите, не надо молчать. Что сказать? Совет да любовь. Она огорчена. Я разбила ее счастье. Забудет вам. Разбила. Если б я захотела, разбила. У меня, может, четыре мужа было. Зачем же вам пятый-то понадобился? У артисток легкая жизнь, Роза Исана. А вот поработали на моем месте. С больными не то что со здоровыми. Ты и мой сестра, и мать. Они ждали, когда моя смена будет. Потому что я с ними только лаской. Сколько им за свою жизнь глаза закрыл. Сколько им грехи отпустил. Сколько их на ноги поставил. Я свою работу любила. Меня за это ценили. Когда на пенсию провожали, скульптор мою голову из снега вылепил. С больными всем отделением ходили заливать. Всю зиму голова простояла. Я просто тоже могу. Нет, нет, а кто-нибудь выйдет с ведром и подморозит. Главный, когда на пенсию провожал, сказал, вот все, что только надо будет, просите. А что я у него попрошу? Вот он, значит, откуда мне вас выписал. А о чем вы, Николай Михайлов? Ну что вы загрустили? Все, что было, не вернешь. А что будет, неизвестно. Вот сгниет моя крыша. И что же останется? Ничего. Выходит, сына не было. И дочери, выходит, нет. Диана Владимировна, кажется, заснула. Разбудите ее. А то она еще упадет со стоп. Не надо. Может быть, ей снится что-нибудь ворокое. Смотрите, она улыбается. Вы знаете, я бы тоже поспала немножко. Все кружится. Пять минут, не больше. Можно? Проводите меня, пожалуйста, вот до того креста. А вы обритесь на меня. Вы меня извините. В последнее время я почти не спала. Только обязательно разбудите. Разбудите. Не забудьте. Хорошие женщины. А я, значит, плохая. Не, и вы хорошие. Чего ж вы тогда ее выбрали, а не меня. Я, конечно, вам себя не навязываю, не думайте. Просто, если по справедливости, то я первая пришла. Когда работала, себя не замечала. А как вышла на пенсию, так скучать стала. То всем была нужна, а то вдруг никому. Ну, ведь у вас же мужья были. Да это больные ко мне сватались. Я соглашалась. Зайду в палату к своему мужу. Он улыбается. Первый тихий такой был. Помогал лекарства разнести. А последний все бумажки нарезал. Зарплату мне отдавал. Точно два раза в месяц. И тринадцатый. У вас, если пенсии хорошие, я на рынке буду продукты покупать. У вас аппетит хороший? Вы только не подумайте, я вам себя не навязываю. В деревню я бы всех троих мог взять. Работали бы на чистом воздухе, прожили бы до сто лет. У меня места много. Если надо будет, пропишу у себя. Первый помру, за вами комната останется. Нет. Тут народ должен жить молодой. Я к другой жизни привык. Я вот, чтобы себя здесь, так сказать, не оставить, я и стирал, и готовил. Ни минуты, чтобы покоя. Да как же они от такого отказываются? Я к другой жизни привык. Шторы у них здесь целые дни закрыты, чтобы мебель не портилась от солнца. В комнату не слышно вошли Леонид и Людмила. Что это? Спящие красавицы. Приговорили бутылочку шампанского? Потрясающе. Я сумку забыла, не вернулась. Вы моих гостей не трогайте, пусть они спят. Папа, тебе пора собираться, мы взяли билет. Подожди, Николай Михайлович, может быть, вы решили остаться? Нина Ивановна, до чего вы здесь договорились? Что тут было? А по-моему, они уже сыграли свадьбу. Ты что? Ты решил жениться? Да я был убежден, что этим кончится. А на ком? А? Николай Михайлович? Что ты улыбаешься, пап? Папа, да ты, кажется, пьяный. Нина Ивановна, вы извините, у нас еще очень много дел. Пожалуйста, идите домой. Никуда она не пойдет, сядь. Папа, тебе пора собирать чемодан. Подожди, Николай Михайлович, а которая все-таки ваша? Все. Нина Ивановна, ну вы же видите, вон... Да я не беспокойся, я нормальный человек. Я тебе говорю, я нормальный человек. Николай Михайлович, мы не беспокоимся. На трех так на трех. Завтра поедете в ЗАГС. А сегодня время позднее, Нине Ивановне далеко добираться. Отпустите ее с мертвы. Разбуди их. Попробуй только подойти. А я никуда и не иду. Я вот на месте стою. Папа, папа, тебе пора собирать чемодан. Не беспокойся, дочка, соберусь, не беспокойся. А я? Я не беспокоюсь. Ведь тебя же никто не выгоняет, папа. Ты оставайся, я тебя очень прошу. Оставайся, папа. Николай Михайлович, ну что вы за речи такие произносите? Ну что нам, жалко лишнюю тарелку поставить? Да живите вы ради Бога. Папа, ты слышишь? Ведь я же тебя не выгоняю. Я прошу тебя, оставайся, папа. За тяжелую жизнь прости. На чужой беде не наживался. Мне легко умирать будет. Вот ты, мать, пожалела. А она мне перед смертью сказала. Друг мой, я тебя любила, и ты меня. Так что ты не торопись ко мне. Я без тебя здесь потерплю. Я, говорит, терпеливица. И умерла. Тихо. Как жила. Но она меня одного не оставила. Она во сне стала ко мне приходить. Вот, будто я сижу на крыше. И вижу, как она идет. Издалека. И вся она такая легкая-легкая. Даже чутно, как это ее ветер не сдувает. Диана Владимировна проснулась. Николай Михайлович, я спала. Сколько сейчас времени? Да нет, ну... Половину. Половину третьего. Меня же сменщица ждет. Они стоят, эти часы, стоят. Сколько же сейчас времени? Московское время 22 часа. Ой, слава богу. Такси можно взять внизу, рядом с домом стоянка. Спасибо. Гражданки, проводите меня на вокзал. Мы тебя проводим, пап. Нет, проводите меня вы. Вещи у меня уже собраны. Старик выходит, Людмила за ним. Не трогай его. Идите поднимать. Мы отвезем на вокзал. Посадим. Все будет очень хорошо. Можно я позвони по телефону? Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Тамара Борисовна, это я. Вы меня ругаете. Ради бога, простите. Но я нахалка. Мне необходимо еще задержаться. В следующий раз я отдежурю за вас всю смену. Бесконечно вам благодарна. Нина Ивановна, а вы идете? Зачем? Ваш отец, то есть я хотела сказать, Николай Михайлович, очень хороший человек. Еще я хотела сказать вам, я отказываюсь от вашей помощи. Мы вас не обманывали в детстве за свое достоинство. Надо бороться. Вы слишком охотно с ним расстались. Нина Ивановна, так вы идете? Мест для всех в машине не хватит. Мы поедем на трамвае и подождем на перроне. Как хотите. Роза Александровна, вставайте, дорогая, нам пора. Как она крепко спит. Будить не хочется. Роза Александровна, поднимайтесь. Леонид Иванович, подойдите сюда. Что такое? Ну, дайте ей понюхать что-нибудь. Не надо. Она не проснется. Нина Ивановна, что вы такое говорите? Надо ее разбудить. Давайте разбудим. Нина Ивановна, это что за шутки? Что за дурацкие шутки? Что вам померечилось? Вот. Она же дышит. Открыла глаза. Это я, Диана Владимировна. На штыря дайте. Это вам на штырь нужен. Медики живого от мертвого отличить не могут. Что вы молчите? Вам плохо? Зачем вы меня разбудили? Николай Михайлович уезжает. Я хочу его проводить. Я тоже хочу. Роза Александровна, вы устали. Я вас отвезу домой. Нет, нет, я пойду с вами. Не оставляйте. Конечно, мы пойдем вместе. Потом зайдем ко мне на вахту. Я приготовлю крепкого чая. А дома у меня есть пачка земляничного печенья. Ну, что там? Он не хочет брать денег. Женщины, скажите хоть вы, пусть он возьмет. У меня есть. 15 рублей я дам ему в дорогу. Не волнуйтесь. Нет, нет, здесь 500 рублей, пожалуйста, возьмите. Я пойду на вокзал, Люка. Люся. Ладно. Пусть они его проводят. Это еда. Вы ему, пожалуйста, передайте поезды. Только не говорите, что от меня. Спасибо. Я сейчас еще вам передам. Вы только подождите. Я сейчас... Я быстро... Входит Чемутин. В руках у него чемодан. Я готов. Вы все-таки решили сегодня. Чем скорее, тем лучше. И вы ко мне поскорее приезжайте. Буду ожидать. Комнату я вам приготовил. Как не хочется вас отпускать. Присядем на минуточку. На дорожку. Как грустно. Николай Михайлович, вы билет-то возьмите на всякий случай. Диана Владимировна, не забудьте, Курский вокзал. Тут номер поезда, вагоны. До свидания, тесть. Папа, это тетя Тони на платье. Передай ей привет, скажи. Старик выходит. Старушки пошли к двери. До свидания, Диана Владимировна. До свидания. В конечном итоге мне вас очень жалко. Нина Ивановна, вы сумку забыли. Что вы говорили, вам было нужно? Творог? Я вам благодарна за то, что вы меня пригласили. Не плачьте, деточка. Вам нельзя плакать. Вы еще молодая. Вы к нему поедете. Идемте, Роза Александровна. Женщины, у вас есть мой телефон. Творог. Алло, Сергей Васильевич. Добрый вечер. Да, это Чемутина. Да, да, он мне передал. Вы завтра можете взять четыре билета в восьмой кассе на вашу фамилию. Ничего. Спасибо. Нет, у меня все хорошо, у меня все в порядке. Людмила стоит у телефона, возвращается Леонид, подходит к окну. В Москве в самом разгаре вечер. Дрожат огни в миллионах окон. Старик и три сопровождающих его старушки идут по широкой прямой улице под мерцающими ночными фонарями. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ